формулировка в настоящее время шаги по приему не предусмотрены с дипломатического языка переводится как отворот поворот чтобы вы понимали это называется сказать так чтобы ничего не сказать красивый слогу принца ну или у тех кто ему это диктовал скажите вы когда-нибудь слышали о покушениях на эмира катара нет вот и я не слышал вышеизложенное заставляет задуматься а так ли искренне намерения гринландских борцов за экологию здравствуйте уважаемые зрители 5 апреля президент украины владимир зеленский побывал с официальным визитом в катаре и пусть вас не вводит в заблуждение столь лаконичный анонс этой новости на самом деле вместе с президентом ближневосточный эмират посетила довольно представительная украинская делегация в ряды которой вошли министр иностранных дел дмитрий кулеба исполняющий обязанности министра энергетики юрий ветренко министр внутренних дел арсен аваков министра горной политики и продовольствия роман лещенко руководитель государственного концерна у короборонпром юрий гусев и даже первый замначальника управления государственной охраны вячеслав штучный причем все вышеперечисленные чиновники не просто сопровождали президента а подписывали с представителями катарской стороны какие-то документы накануне визита заместитель руководителя офиса президента игорь жовква рассказал что он станет еще одним доказательством внимания которое украинская власть уделяет странам персидского залива для реализации экономических интересов украины напомним в конце прошлого года жовква представил достаточно подробную как для украинской политики программу дипломатической активности на 2021 год в которой упоминалась необходимость развития так называемых альтернативных направлений во внешней политике разумеется альтернативных по отношению к магистральному европейскому евроатлантическому вектору в число таких направлений входит и ближний восток в феврале президент владимир зеленский уже побывал с визитом в объединенных арабских эмиратах тогда украинские чиновники с пафосом сообщили о подписании ряда двухсторонних документов но на поверку большинство из них оказались лишь меморандумами о намерениях для тех кто не сведущ в классификации международных документов поясним меморандума намерениях ни к чему не обязывает стороны его задача состоит лишь в том чтобы засвидетельствовать желание сторон сотрудничать друг с другом без фиксации конкретных обязательств визит украинского президента в катар в этом плане вызывает дежавю в офисе президента заявляют что во время визита украинская делегация подписала целых 13 межгосударственных документов среди которых два коммерческих контракта по словам самого владимира зеленского цитата в рамках визита украинской делегации вдохе прошли мои личные переговоры с эмиром катара тамимом бин хамад аль тани они только подтвердили что украина имеет все предпосылки чтобы рассматривать катар как одного из ключевых партнеров в регионе залива но каков же уровень и реальное значение подписанных договоренностей среди перечисленных на сайте офиса президента документов нам удалось отыскать лишь три более менее предметных первый из них это меморандум о сотрудничестве между фондом госимущества украины и катарской инвестиционной администрации если отбросить воду которую офис президента льет о перспективных инновационных проектах данный документ направлен на участие катарских компаний в большой приватизации украинских госпредприятий то есть власти рассчитывают продать катарским компаниям что-то из признанного нерентабельным народного добра второй важный подписанный документ меморандума взаимопонимания между министерством развития экономики торговли и сельского хозяйства украины и министерством муниципалитетов и окружающей среды государства катар о сотрудничестве в области сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов нетрудно догадаться что направлен он на согласование стандартов качества сельхозпродукции поставляемой украиной в катар и наконец третий документ имеющий практическое значение это меморандум о взаимопонимании между министерством инфраструктуры украины и министерством транспорта и коммуникации государства катар о взаимном признании дипломов и свидетельств моряка расширение возможности для трудоустройства моряков это всегда неплохо как ни крути что же касается остальных 10 документов с точки зрения реальной политики экономики они не стоят и выеденного яйца вот например как на сайте офиса президента описывают меморандум о взаимопонимании между государственными инвестиционными агентствами цитата документ призван углубить сотрудничество между сторонами по обмену информацией опытом и лучшим практикам в области привлечения инвестиций чтобы вы понимали это называется сказать так чтобы ничего не сказать мне вот интересно какой такой ценный опыт в области привлечения инвестиций мы можем передать катару а какой опыт богатого нефтью эмирата может быть применим в украине или вот еще один сверх важный в кавычках разумеется документ меморандума взаимопонимание между управлением государственной охраны украины и эмирской гвардии государства катар по обеспечению безопасности лиц и объектов которые охраняются на сайте президента украины говорится что он поможет урегулировать вопросы по обеспечению безопасности лиц и объектов которые охраняет государственная охрана двух стран то есть вот до подписания этого документа безопасность наших высших должностных лиц была под угрозой, а теперь с уникальным опытом катарской гвардии им больше нечего бояться. Скажите, вы когда-нибудь слышали о покушениях на эмира Катара? Нет? Вот и я не слышал. А все почему? Да потому, что первоклассная охрана душит все подобные поползновения в зародыше. Вот это уровень. Ну а если серьезно, налицо проблема бессодержательности большинства визитов главы украинского государства за рубеж. Она была заметна еще в конце 2019 года, когда Владимир Зеленский побывал в ряде стран Восточной Европы. Такое впечатление, что в офисе президента больше ценят сами визиты, чем их содержание. Как будто команда действующего главы государства до сих пор не верит в то, что находится при власти и нуждается в подтверждении этого факта со стороны иностранных лидеров. На деле же в практике международных отношений и дипломатии визиты на высшем уровне всегда являются венцом долгой и кропотливой работы по подготовке предложений, которые могли бы заинтересовать иностранных партнеров. Сначала на уровне министерств составляются списки того, что мы предлагаем. Затем через посольство они передаются властям иностранного государства. Далее идет долгая дипломатическая переписка и выработка документов. И только в завершении всего этого назначается встреча на высшем уровне, в ходе которой главы государств и члены делегаций подписывают соответствующие соглашения. Только такой подход гарантирует укрепление дипломатических, торговых и иных связей, а также позволяет сторонам убедиться в надежности друг друга. Но в случае с визитами украинского президента, в том числе и на Ближний Восток, мы видим принципиально иную тактику, а именно организацию визитов ради визитов, больше всего напоминающих гастроли, а не реальное налаживание международных связей. И это прискорбно, так как Ближний Восток весьма перспективный регион, позиции в котором однозначно нужно укреплять. Визит Владимира Зеленского в Катар проанализируем с политологом-международником Ильей Кусай. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Не возникает ли у вас ощущение дежавю? Мы помним недавний визит в Эмираты, и там также были подписаны ряд меморандумов. Точно так же, как и по итогам этого визита, меморандумы о взаимопонимании, но тем не менее офис президента подает их публике в качестве каких-то очень значимых достижений. Вот не возникло ли у вас такого ощущения, что вы уже где-то это все видели? Ну, видел, и все мы видели, в общем-то, в предыдущем визите в Эмираты. Я думаю, что у многих, кто отслеживал прошлый визит, тоже возникало чувство дежавю. Но я хочу отметить, что в этот раз, по крайней мере, было несколько спокойней в плане публичной риторики, потому что вот в прошлый раз, я очень хорошо помню, было очень много таких, значит, возгласов в стиле там, ну, большой победы, да, и что медиа там были в экстазе от визита Зеленского якобы, хотя это было не так, и что соглашения были чуть ли не эпохальным прорывом. То есть, в этом, по крайней мере, в этот раз не было вот этого всего. То есть, пафоса было поменьше, скажем так, ну, на порядок меньше. И хотя, несмотря на то, что, например, этот визит местная пресса освещала немного лучше, чем предыдущий. Да, ну, а что все-таки по поводу вот этих меморандумов подписанных? Я так читал их список на сайте Офиса Президента, кстати, более-менее так проанализировали там содержание этих меморандумов. Ну, по крайней мере, была какая-то краткая характеристика. И, честно говоря, я для себя выделил всего лишь три значимых документа из этих 13. Все остальные это, ну, так, грубо говоря, ни о чем. Особенно мне понравилось, вот там «Меморандум о взаимопонимании между госохраной Украины и Эмиратской гвардией». Вот, забавно, честно говоря. Ну, я в прошлой своей публикации про визит Эмиратов и, в общем-то, уже не раз и в публичных интервью говорил свое отношение к меморандумам. Я их понимаю в общепризнанном, да, это в общепризнанном термине. То есть меморандум — это заявление о намерении, ну, документ о намерении, грубо говоря. То есть какой-то обязующий юридической силы он не имеет, и это не документ, который равносилен контракту, полноценному договору или там коммерческому соглашению. Поэтому вот эти все 13 меморандумов, они все на самом деле практического смысла и эффекта не несут. Они являются заявлениями о намерениях. То есть таким документом, где, в общем-то, стороны пишут, что что бы они хотели видеть и расшаркиваются друг перед другом в том, что вот какие же хорошие перспективы сотрудничества в той или иной сфере, ну, когда-нибудь, может, будем развивать. Ну и как бы излагают свою позицию по данному вопросу. Из всех документов, подписанных в Катаре, только два имеют реальный вес и, скорее всего, получат продолжение, то есть там расписаны обязательства сторон. Это два коммерческих контракта, о которых, в общем-то, сказали. Первый — это по поводу, там был подписан договор, который ускоряет процедуру передачи в концессию порта Ольве в Николаевской области катарцам. И второй — это договор, который был подписан между компанией UDP Renewables Василия Хмельницкого и катарской компанией, которая покупает у них контрольный пакет акций шести солнечных электростанций. Вот эти два соглашения, они реально имеют вес, они будут иметь последствия, и они более-менее конкретные. Вот все эти мемуарендумы — это уже для красивой картинки и для поддержания политических контактов, ну, хотя бы на каком-то нормальном уровне. Наверное, все то, что касается сертификации продуктов питания, сельскохозяйственных продуктов, ну, мне представляется, что все это имеет потенциал развития, просто потому что Украина туда поставляет зерно. Вот, я не знаю, какие проблемы есть с этой сертификацией сейчас, зачем ее нужно усовершенствовать, но, тем не менее, вот это направление может развиваться. А какие еще направления могут развиваться, вот на ваш взгляд? Там присутствовал руководитель Укроборонпрома на этой встрече, и он также что-то подписывал. Мы понимаем, что оборонные контракты и документы, в принципе, у нас тяжело найти их в открытом доступе, но, тем не менее, как вы считаете, какие перспективы могут быть здесь, в украинской промышленности? Есть две сферы, которые интересуют катерцев и нас, соответственно, и по которым идет активная торговля, ну, и, соответственно, сотрудничество. Это поставки зерна, как вы уже сказали, и второе – черные металлы. 40% нашего экспорта в катер – это черные металлы. Ну, экспорт небольшой, конечно, там 139 миллионов долларов – это очень мало, на самом деле, ну, в плане среди всех наших партнеров, это там не совсем немного. Но вот из него 40% – это черные металлы, и еще около 20% – это зерно. И это то, что интересует катерцев. То есть они покупают, им это нравится, их устраивает, и они хотели бы даже увеличивать объемы поставок для своих нужд национальных. Все остальное, что обсуждается, это все теория и такие очень условные перспективы, потому что есть куча проблем и препятствий, которые стоят на пути, как развития, например, сотрудничества в оборонке, так и в энергетическом секторе, о котором часто у нас говорят каждый раз, когда президенты Украины, что в предыдущий раз, что в этот раз, что даже при Викторе Януковиче в свое время, ездят в Катар, постоянно поднимается вопрос про некие газовые поставки, например. Говорить пока что об этом очень рано, и это все очень условно, потому что никакой инфраструктуры под это нет, и, соответственно, никаких серьезных дискуссий об этом не ведется. И плюс очень много вопросов, на которые просто нет ответа. Какая цена, кому это надо, в каких объемах закупать, куда это будет поставляться, где отгружаться, даст ли Турция добро на то, чтобы газовые танкеры проходили через Босфор. Поэтому вот все эти дискуссии про энергетику, они пока бесполезны. Вот две сферы — зерно, металлы, ну то есть сырье, поставки сырья из Украины, и, может быть, инвестиции в инфраструктуру, потому что катарцы действительно за последние несколько лет выявляли желание вкладывать деньги в различные крупные проекты инфраструктуры, в частности, в порты и дороги. Ну по портам, как мы видим, вот работа ведется, и вот эта передача в концессию порта Ольгия — это первый крупный инфраструктурный проект, который мы запускаем с катаром. Другого пока не было. И я думаю, что этот же проект будет лакмусовой бумажкой для будущих партнерств. То есть если с ним всё будет хорошо, то, возможно, с катаром и в целом с Ближним Востоком можно будет ещё говорить более серьёзно по подобным проектам. Ну и, в принципе, всё. То есть я бы больше даже ничего не выделял. Ну, конечно, иностранные концессии — это такой весьма специфический механизм инвестирования, если их вообще можно назвать инвестированием. То есть, по сути, это отсроченная скупка украинских активов, тех же самых портов. Ну, я так считаю, по крайней мере. Вы можете со мной не согласиться. Но вот что ещё хотелось бы спросить. Как вы считаете, насколько системно поставлена работа со странами Ближнего Востока в украинском МИДе? Я, собственно, почему спрашиваю? Да потому что Игорь Жовко ещё в конце прошлого года писал статью с планами на 2021 год, где значилось развитие альтернативных направлений в украинской внешней политике, в том числе и Ближневосточного. Мы видели уже два визита за последнее время на Ближний Восток, но оба они создают впечатление таких более-менее хаотичных, то есть визитов ради визитов. А есть ли за этими визитами какая-то системная работа двухсторонняя, ну скажем, посольств, соответствующих департаментов, отделов МИДа и так далее? Ну, безусловно, в МИДе существуют департаменты, которые занимаются каждым регионом. Они работают, это я точно знаю. И, в общем-то, вот этот визит, который завершил Зеленский, он готовился в том числе с привлечением профильных департаментов и посольства там, в Катаре. Другой вопрос, что действительно за вот этим визитом я не просматриваю какой-то чёткой стратегии или чёткого видения. Там, например, видения наших отношений с Катаром в долгосрочной перспективе, его нету. Ну, его просто нет. Соответственно, нету и какого-то видения, ну, концепта наших отношений с Персидским заливом в целом, ну, если мы уже берём субрегионы, или с Ближним Востоком. Я вот за этим не просматриваю. Пока что, по крайней мере, из того, что я вижу, я здесь никакого плана действий или, ну, за этим не вижу. Я вижу просто тактические ходы, которые делает Украина. Ну, в целом, правильные с точки зрения изучения и открытия для себя новых регионов. Да, это правильно. Если говорить о построении долгосрочной стратегии, я пока не вижу, к чему это идёт. То есть, ну да, мы совершили, например, вот визит в Катар. Возможно, он был совершён, как я вот писал в своей последней публикации, возможно, он был совершён, чтобы найти точки соприкосновения, построить какой-то фундамент. Потому что, действительно, я бы не назвал наши отношения с Катаром какими-то динамичными или что у нас какие-то политические контакты на высоком уровне были. У нас реально, ну, визиты в Катар совершаются там один раз за каденцию президента. Ну, если так посчитать, то оно так и было. То есть, Янукович ездил в 2012 году, потом Порошенко в 2016, и вот Зеленский, всё. Ну, вот это именно контакты на высоком уровне. Эмир Катара у нас был, по-моему, если я не ошибаюсь, только один раз в 2013 году, и всё, когда открывались посольства наши в Катаре, и наоборот. Поэтому, ну, я здесь никакой стратегии не вижу. Является ли это задел на какие-то долгосрочные планы? Возможно. Но на Катарском направлении я, опять же, не вижу, где бы мы сейчас могли построить что-то, ну, такое долгосрочное, предсказуемое и крупное. Потому что, как я уже сказал, у нас крупных инфраструктурных проектов с Катаром нет, совместного производства нет, инвестиций нет. Всё, что нас связывает пока, что на сегодняшний день, это поставки сырья и вот эти вот попытки, и вот заход катарцев на рынок альтернативных источников энергии, как они подписали контракт. Это же, кстати, первый контракт, по которому Катар получает доступ к солнечным электростанциям в Украине, ну, из ближневосточных компаний. И второе, это вот эта попытка сдать порт в концессию. Это вот эти вот два проекта, они единственные, которые у нас сейчас с Катаром существуют, и с крупных. Больше у нас пока ничего нет. Ну, а в Иордании на этой неделе была раскрыта попытка государственного переворота. Власти этой ближневосточной страны задержали бывшего наследного принца королевства и ещё около 20 человек в рамках расследования угрозы стабильности страны сообщила 3 марта The Washington Post со ссылкой на источники. Принц Хамза бен Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвёртой жены, помещён под домашний арест в его дворце в Амане, пишет Washington Post. Власти королевства расследуют предполагаемый заговор с целью свержения его старшего сводного брата, короля Абдалуи II, сообщил изданию высокопоставленный представитель ближневосточной разведки. Власти Иордании считают, что в заговоре участвовал по крайней мере ещё один член королевской семьи, а также вожди племён и представители органов безопасности страны. Ожидаются дополнительные задержания. В субботу принц Хамза прислал британскому агентству BBC два видеоролика, в которых утверждал, что находится под домашним арестом. В них он рассказал, что высокопоставленный чиновник запретил ему выходить на улицу или общаться с людьми из-за критики правительства и короля, высказанной на собраниях, где он присутствовал. 4 апреля вице-премьер и глава МВД Иордании Айман Сафади на пресс-конференции заявил, что спецслужбы Иордании долго следили за действиями и передвижениями группы заговорщиков, в результате чего получили данные о контактах за рубежом, в ходе которых обсуждалось подходящее для начала переворота время. Сафади отметил, что по данным предварительного следствия, люди из окружения принца контактировали с представителями так называемой иностранной оппозиции, чтобы организовать информационные вбросы и провокации для дестабилизации национальной безопасности. По словам главы МВД, задержали заговорщиков в тот момент, когда они собирались перейти от планирования конкретным действиям. По всей вероятности, домашний арест и разъяснительная работа, проведенная с принцем, дали свои результаты. В понедельник 5 марта в твиттер-аккаунте Королевского двора было опубликовано письмо на фирменном бланке принца Хамзы, в котором говорилось об информационной суматохе, имевшей место на выходных, и подчеркивалось, что он поддерживает действующего короля Иордании. Как сказано в письме, цитата, «Последние два дня я предоставляю себя в распоряжении его величества короля, и я подтверждаю, что всегда буду оставаться верным завету предков, верным их наследию, следуя по их стопам, посвящая себя их пути и миссии и его величеству королю». Красивый слог у принца. Ну, или у тех, кто ему это диктовал. Что же до всей этой истории с пресеченной в зародыше попыткой переворота, стоит отметить, что своими корнями она уходит в семейные конфликты и вопросы престола наследия. Изначально принц Хамза считался фаворитом и главным претендентом на то, чтобы занять место своего отца на троне. Однако, прежде чем король Хусейн умер от рака в 1999 году, он назвал Абдаллу, то есть нынешнего короля, своим преемником, поскольку Хамза считался слишком неопытным и молодым, чтобы стать монархом. Король Абдалла в 1999 году назначил Хамзу наследным принцем, но затем, в 2004 году, отозвал титул. В воскресенье мать Хамзы, королева Нур-Хусейн, написала в своем твиттере, цитата, «Молюсь о том, чтобы правда и справедливость восторжествовали для всех невинных жертв этой злой клеветы, да благословит Бог и сохранит их». И, похоже, ее молитвы были услышаны. В монарших семьях, особенно в патриархальном арабском мире, не принято выносить ссоры из избы, а точнее, из королевского дворца. 6 апреля в Иордании был введен официальный запрет на освящение готовившейся попытки государственного переворота и ее пресечения. В сочетании с опубликованным письмом в поддержку короля Абдаллы, якобы написанным принцем Хамзой, это может свидетельствовать о том, что вопрос со строптивым бывшим наследником уладили сравнительно полюбовно, и тюрьма либо казнь ему не грозят. Что же до позиции международного сообщества следует отметить, что США и ряд арабских стран заявили о своей поддержке короля Абдаллы. Поддержку действующему королю Иордании выразил и офис президента Украины. Чем вызвал иронию в соцсетях. На сайте патронажной службы главы государства сказано, цитата, «Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания». Пожелание, несомненно, хорошее и правильное, особенно на фоне других потуг отечественной дипломатии. И все же интересно, что сказали бы в офисе президента, если бы США поддержали другую сторону во внутривластном конфликте в Иордании. Тем временем в последние две недели резко выросла частота телефонных разговоров украинского президента с западными лидерами на тему обострения вооруженного противостояния на Донбассе. В частности, Зеленский говорил об этом по телефону с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и даже премьер-министром Канады Джастином Тридо. Согласно официальным сообщениям пресс-службы, в ходе всех этих переговоров Владимир Зеленский поднимал тему стремления Украины к членству в НАТО и утверждал, что только получение плана действий по членству, а затем и полноценное членство в Альянсе, может спасти Украину от угрозы российского вторжения. Наиболее характерным в этом плане был разговор украинского президента с генсеком НАТО, в ходе которого он заявил следующее. «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ». В телефонном разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном, которому Владимир Зеленский позвонил прямо из Катара, где находился с официальным визитом, тема НАТО также звучала. Цитата. «Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе». На наш взгляд, приведенные выше высказывания украинского президента в телефонных беседах с западными лидерами свидетельствуют о двух вещах. Во-первых, Владимир Зеленский и его офис пытаются реанимировать дискурс времен правления Петра Порошенко о том, что Украина служит щитом Европы от российской агрессии. Если вы проанализируете заявления других высших должностных лиц Украины за недавнее время, то увидите, что и там этот месседж присутствует. С внутриполитической точки зрения это означает попытку действующего президента закрепиться в электоральной нише своего предшественника, полностью проигнорировав тех избирателей, которые за него голосовали. Что же касается внешней политики, здесь подобные посылы означают то, что Украина не готова дать Европе ничего, кроме так называемого сдерживания России, которое в условиях усиления мирового геополитического противостояния и пытается монетизировать. Во-вторых, налицо попытка использовать волну обеспокоенности иностранных лидеров вероятным обострением конфликта на Донбассе для самопиара. После вышеупомянутых заявлений у украинского президента появится повод во всеуслышание говорить о том, что он продвигал на уровне сильных мира сего идею вступления Украины в НАТО, которая с легкой руки Петра Порошенко прописана в украинской конституции. Впрочем, на Западе на подобные заявления реагируют крайне сдержанно, утверждая, что решение о членстве будет принимать руководство НАТО и пока время для этого не наступило. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник заявила, что решение о принятии Украины зависит от всех стран Альянса, цитата, «Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям. Но это решение должно принять НАТО». В Германии на евроатлантические устремления украинского президента отреагировали еще более холодно. Так, представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, цитата, «Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены». Формулировка «в настоящее время шаги по приему не предусмотрены» с дипломатического языка переводится как «отворот-поворот». Причем далеко не первый, если вспоминать историю взаимоотношений Украины с НАТО. Собственно, подобная реакция подтверждает, что принятие Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы в США и Европе никто всерьез не рассматривает из-за слишком большого риска в таком случае оказаться напрямую втянутыми в полномасштабный конфликт с Россией. На фоне вышеизложенного, а также все более тревожной обстановки на линии соприкосновения на Донбассе, в трехсторонней группе в Минске стало происходить нечто непонятное. Только за один день 6 апреля сначала глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил о созыве внеочередного заседания ТКГ в связи с обострением на Донбассе. Затем его заместитель Алексей Резников сказал, что украинская делегация больше не намерена ездить на переговоры в Минск из-за недружественной позиции Беларуси. А потом этот же тезис повторил и Леонид Кравчук. В итоге вместо встречи была проведена видеоконференция. Однако с учетом вышеизложенного рассматривать трехстороннюю контактную группу как реальный способ достижения мирного урегулирования становится все сложнее. Подробнее о той международной дипломатической активности, которая развернулась вокруг обострения противостояния на Донбассе, поговорим с политологом Кириллом Молчановым. Здравствуйте, Кирилл. Да, приветствую вас, студия. Приветствую, Даниил. Вопрос, собственно, достаточно банальный. Почему сейчас развернулось такое обилие телефонных звонков? Мы знаем, что Владимир Зеленский говорил и с Байденом, и с Борисом Джонсоном, и с Джастином Трюдо, и Энсом Стоутенбергом на тему обострения на Донбассе. Ну, знаете, вот у меня возникает такое впечатление, что наш президент стремится выжать максимум из вот этих телефонных звонков, которые последовали из-за беспокоенности западных лидеров обострением на Донбассе. С одной стороны, в этом тоже, кстати, есть рацию, а если эту версию докрутить, так, может, сами звонки-то и были изначальной целью, да, то есть все эти обострения, они, скажем так, все эти картины, а их каждый день мы видим снимки, как эшелоны, эти техники на Донбассе, это все и было таким посылом для того, чтобы наконец-таки Зеленский смог провести переговоры и с Байденом, и с Трюдо, и с Толтенбергом, и со всеми. То есть, чтобы продемонстрировать, в первую очередь, чтобы продемонстрировать, вот что, дескать, есть опять-таки какая-то международная коалиция, да, вокруг Украины, вот, о чем любил очень часто Порошенко рассказывать, да, там, про антипутинскую коалицию. А с другой стороны, как-то все-таки, чтобы эго Владимира Александровича так же не унывало, да, что вот он все-таки с ним и общаются такие высокие мировые лидеры, такие гости, да, и действительно, вот, я бы, наверное, не исключал, что все под это и делалось. То есть, по большому счету, если так взять, уже не с точки зрения интереса самого Зеленского, которому надо было этими звонками показать внутри Украины, в первую очередь, о том, что он рукопожимаемый, о том, что его никто не сбрасывает за счетов среди мировых лидеров, наверное, вот своим оппонентом среди политической элиты, да, вот он этой цели, наверное, добился. А вот если брать интересы национальные, то как раз-таки от этих звонков мало, что, собственно, изменилось, да, то есть, ну, если взять тоже разговор с Байденом, да, есть на сайте Белого дома, там, на два абзаца коротенькая после этого информация, ну, там же, по сути, обо всем и ни о чем, и очень протокольные вещи были сказаны, да, там, о том, что Штаты поддерживают территориальную целостность, там, суверенитет, но никакой конкретики, там, о том, что будут что-либо нам давать или помогать, нету. Ни слова, кстати, там не было, а идеи, из которой Ермак носится уже несколько месяцев, о том, что Штаты надо там присоединить к нормандскому формату, например, то есть, таких инициатив у Байдена не прослеживается, вот, так что, ну, по большому счету, наверное, это, к сожалению, вот, это разговоры, разговоры разговоров, вот, более того, после того, как вчера германский МИД заявил о том, что вопрос, вступление Украины в НАТО, я так скажу, на начасе, да, вот, и то, я думаю, все эти чаяния Владимира Александровича о том, что за границей нам поможет, как говорил Остап Бендер, это все так и останется его исключительно личными желаниями, вот. А с точки зрения ситуации на Донбассе, ну, в моем убеждении, как раз-таки, по логике, вот, которую мы с вами только что говорили, да, исключительно такой информационный пиар составляющий, если брать этих разговоров, то, наверное, цели достигнуты, и поэтому должна быть какая-то разрядка, вот, дело должно двигаться не к большой войне, а наоборот, к тому, что это все должно постепенно затихать, так как, вот, собственно, всех нужных звонков Зеленский добился, а ввязываться в большой конфликт, я думаю, ни он, ни его окружение не планируют, потому что это для них будет и политически, и, наверное, не только довольно-таки очень негативные последствия в будущем. То есть вы считаете, Кирилл, что все это нагнетание военной истерии могло быть исключительно ради звонков? Ну вот, например, есть такая точка зрения, что просто переговорный процесс в минском, в нормандском формате застопорился, и поэтому обе стороны, и украинская, и, соответственно, сепаратисты, и стоящая за ними Россия, стараются продемонстрировать силу и таким образом улучшить свои позиции на переговорах. Вот как вы оцениваете такую точку зрения, такой взгляд на вещи? Я, честно говоря, сомневаюсь, что это делается для улучшения переговорной позиции, потому что никаких переговоров, наверное, конструктивных так точно уже не будет. После заявления Резникова о том, что Минск перестанет быть площадкой для коммуникации, наверное, вообще говорить о том, что переговоры могут в ближайшей, в краткосрочной перспективе к чему-то привести позитивному, не стоит. Это действительно цель была первая, это все-таки, повторюсь, это выжать звонок Байдена и уважаемых лиц, которые тоже звонили. А с другой, ну давайте также же не отбрасывать, что вопрос обострения конфликта это последние семь лет в какой-то степени такая себе палочка-выручалочка для власти, для того, чтобы отвлекать общество от насущных проблем внутри Украины. То есть вот у нас Порошенко-Турчинов там постоянно нагнетал истерию, тем самым там можно было на войну списывать все от экономических провалов до борьбы с коррупцией. А сейчас, по большому счету, обратите внимание, у нас всю эту неделю Украина занимает первое место в Европе по количеству заразившихся на ковид и по количеству смерти от ковида. И вот для того, чтобы хоть как-то от этого отвлекать, я думаю, вполне вероятно, вот проще общество крутить картинки по телевизору о том, как техника там с российской стороны едет через крымский мул. Да, то есть вот у нас, опять-таки же, сейчас наверняка будет вводить жесткий локдаун по всей стране, да, то есть многие сейчас украинцы в преддверии там сезона, дачного, такого, знаете, посадочного сезона штурмуют еще вот магазинные эпиценты, чтобы пойти там семена, там какие-то там, не знаю, саженцы и так далее, понимаем, что они только на свои огороды могут рассчитывать, вот, если ведет жесткий локдаун на несколько недель, а то может даже и месяц. Если еще едут сейчас позакрываются все эти, весь этот крупный бизнес, ну тогда на экономике вообще труба. А если экономике будет полная труба, то да, действительно, придется опять отвлекать внимание к каким-то обосредням, к сожалению, военным. То есть беда в том, что смерти украинцев на фронте рассматриваются, наверное, как предыдущая власть ДКН, как способ переключения фокуса внимания, так, проблем экономических, социальных там и так далее, тому подобное. Поэтому, к сожалению, я думаю, вот эти картинки, они и дальше будут, мы их и дальше будем наблюдать, и, вероятно, информационная истерия будет и дальше в плане Донбасса накручиваться, но, повторюсь, именно цели какой-то там операции Блицкрик, по типу, не знаю, там, Нагорного Карабаха, я очень сомневаюсь, что всерьез на банковой что-то такое планируют. То есть просто, опять-таки же, эскалировать для каких-то возможных, я не знаю, там, очередных звонков Байдена, вероятно. Но не для переговоров, наверное, в том же минском формате, потому что, повторюсь, он на сегодняшний день практически уже мертв после заявлений Резникова и Кравчука и отсутствие даже банального вчерашнего, после вчерашнего заседания ТКГ, нет договоренности о перемирии. Поэтому, я думаю, беда в том, что мы все являемся заложниками того, что на банковой решили в лучших традициях Порошенко-Турчинова просто использовать факторы военной эскалации, достижения своих внутриполитических целей, а, с другой стороны, еще и внешне пытаться постоянно, тем самым, как-то привлекать внимание к Украине со стороны наших западных партнеров. В завершение задам такой вопрос. Вот Зеленский поговорил с американским, британским лидерами. А все-таки какие интересы Соединенных Штатов в происходящем? В чем они заинтересованы? Либо же в сохранении такого тлеющего конфликта на Донбассе, либо, может быть, в его обострении, либо, наоборот, в затухании? Как вы считаете? Штаты заинтересованы только в одном, чтобы и дальше использовать Украину как фактор раздражения Российской Федерации и фактор, опять-таки же, пролонгации антироссийских санкций, возможно, даже еще и их уделения. Естественно, что, кстати, Штаты наверняка тоже не заинтересованы в каких-то полноценных активных боевых действиях, потому что у них есть перед глазами грузинский сценарий, который был в 2008 году. Поэтому мы же прекрасно понимаем, что американцы воевать никакую там пехотную армию или авианос здесь не отправят. Поэтому непосредственно, навряд ли, скажем так, без внешней поддержки украинские вооруженные силы смогут как-то побороть российскую регулярную армию, если все придет к большой войне. Поэтому Штаты понимают, что Украина как долгоиграющий инструмент нужна именно в таком виде, поэтому, я думаю, они и дальше будут ту же политику вынашивать, которая была заложена еще кабинетом Обама, то есть о том, что они будут на словах, я не знаю, из-за мирного регулирования, из-за минских процессов, а по факту дальше будут просто по большому счету оказывать какую-то минимальную финансовую военную поддержку Украине. Да, и дальше поднимать градус в антироссийских санкциях. Но при этом явно не допускать того, чтобы у Украины скатилось какие-то там активные, тотальные боевые действия, прекрасно понимают, чем это может закончиться. В общем, поэтому вот это, к сожалению, концепты, которые Горбулин, по большому счету, разработал еще в 2014 году ни войны, ни мира, наверное, продолжится как минимум в ближайшее время, в этом политическом цикле, потому что Зеленского нету воли ничего менять из-за того, что ему досталось наследство Петра Алексеевича. Тем временем в Гренландии, население которой составляет всего 56 тысяч человек, в минувший вторник прошли выборы, которые имели без преувеличения геополитическое значение. Победу на парламентских выборах на острове, который является автономной территорией в составе Дании, одержала оппозиционная партия «Народное сообщество», получившее почти 37% голосов. Партия выступает за прекращение разработки полезных ископаемых вблизи деревни Нарсак. Этот вопрос был одним из наиболее острых в ходе избирательной кампании. Речь идет о рудном месторождении Куаннерсуит, или по-датски Кваннерфельд, где разведаны крупные залежи урана и редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для производства процессоров. Многие местные жители опасаются, что дальнейшая добыча ископаемых нанесет серьезный вред окружающей среде. Именно потому они поддержали на выборах партию «Народное сообщество», которая призывает прекратить работы в Куаннерсуите и выступает за независимость Гренландии. Их соперники из партии «Вперед» утверждали, что горнодобывающая промышленность будет способствовать серьезному экономическому развитию Гренландии, в то время как в народном сообществе убеждены, что следует направить усилия на развитие местного продовольственного снабжения за счет рыбной промышленности. Вся эта новость кажется скучной только на первый взгляд. На деле же редкоземельные металлы сегодня являются одним из основных видов сырья, обладающим геополитическим значением. Без них невозможно производство процессоров для современной электроники. В то же время львиная доля всей мировой добычи редкоземельных металлов приходится на Китай. США с их хвалеными Apple, Dell и прочими технологическими гигантами вынуждены закупать до 80% этого сырья у КНР. И это в условиях, когда между двумя государствами разгорается новое издание холодной войны. В этой связи гренландские запасы редкоземельных металлов представляют огромный интерес для американской промышленности, стремящейся диверсифицировать поставки ценного сырья. Помните скандал с обнародованными вопросами экс-президента США Дональда Трампа о том, нельзя ли купить у датчан Гренландию? Так вот, обусловлен подобный интерес был как раз соображениями необходимости приобретения новых источников поставок редкоземельных металлов. В этой связи интересно отметить, что рудник Кванефельд принадлежит австралийской компании Greenland Minerals, за которой, в свою очередь, стоит китайская компания. Китай уже заключил сделки по добыче полезных ископаемых с Гренландией, в то время как США, у которых есть ключевая авиабаза времен холодной войны в Туле, предложили острову помощь на миллионы долларов. Вышеизложенное заставляет задуматься, а так ли искренне намерения гренландских борцов за экологию. Вполне возможно, что они лишь стремятся вытеснить китайских добытчиков полезных ископаемых, впоследствии приведя на их место американских. А на этом наша передача подошла к концу. До новых встреч на канале КРТ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон!